Добрый вечер, друзья дорогие. Я тут пользуюсь случаем, пока еще есть возможность. Камера не потопла, не остановилась. Я хочу ответить на вопрос моего замечательного друга из Баку Ниги Арханун. Она мне спросила, Наташа, как ты можешь сэкономить деньги, чтобы не потратить деньги, поделись, чтобы я в одном сюжете сказала, я не транжир или как я там сказала, я способна не скопить, слово тоже не очень люблю скопить, не помню, как я сказала, но не важно. То есть не растрачивать деньги зря. Во-первых, есть очень хорошая вещь, когда вы даете слово и вы его держите. Вот я даю слово, я не хожу в магазин неделю. Неделю не хожу в магазин. Я даю слово, я туда не хожу. Просто не хожу. Я не пойду, потому что дома всегда есть, что найти, покушать. Ручками просто сделать. Иногда времени нет, там не хочется, а вот неделю я такую себе ставлю, и вот эти все сусеки выгребаю. Крупы есть, мука есть, там то другое. Даже если яиц нет, нет яиц, пресные лепешки можно сделать, каша, растительное масло всегда есть. И вы вот таким образом вы питаетесь, может не недели, может 5 дней, но вы даете слово, вы даете слово, и вы вот таким вот образом питаетесь. Потому что львиная доля денег уходит на питание. Львиная доля. Вещи я практически не покупаю. Господь меня благословляет, подруга мне помогает, она одевает, из Швейцарии присылает очень много всего. Друзья что-то отдают прямо. И я спокойно, совершенно к этому отношусь. Я ношу вещи, которые носили когда-то люди. Я нормально к этому отношусь. И я могу купить себе в секонд-хенде что-то недорогое. Я не помню случая, чтобы я в магазине купила себе дорогую шугу, дорогое пальто. Я что-то себе перешивала всегда. Из хорошего драпа, там, дедушкиных, там, бабушкины пальто, которые сейчас ткани, такой ткани вообще нет. Я себе перешиваю. У меня есть куртка драповая, которую, не знаю, много-много-много, долго-много лет. Я ее ношу, я счастлива, что она у меня есть, она мне служит. То есть мне не нужны новые вещи. Понимаете, очень много людей тратит деньги на вещи, которые потом даже и не надевают. Абсолютно. У меня зимние сапоги есть, которым уже столько же лет, сколько младшему сыну. Я купила их, когда была беременна. Я хоть, у меня маленький был совсем срок, была зима, я забеременела в начале декабря, может быть, там, в ноябре забеременела. И в январе я их купила, потому что было скользко, я уже знала, что я в положении, я себя берегла. И вот эти сапоги на такой трактор, натуральная замша и натуральный там мех, без всяких каблуков, такие вот сапожки я купила. Я купила сыну 32 года младшему, им 32 года этим ботинком. И я их до сих пор ношу. Я не могу купить себе. Я вот сейчас хотела купить, у меня развалились. Ну, надо танкеточку, все-таки я люблю на танкетке сапоги, ну, нога женственнее, держишься немножко вот как-то стройнее, как-то себя, лучше я себя чувствую, когда у меня каблук. Я могу в этих сапожках ходить в магазины, на рынке, там, еще там куда-то. А на работу я, конечно, предпочитаю все-таки сапоги на танкетке. И вот те, которые у меня были, я их купила, правда, 4 года назад, они, ну, некачественные, они уже развалились. И я не могу себе купить в магазине, не могу, нет, нет ничего вот нужного и такого, что моему бы глазу было, радовало меня. Почему? Потому что то какие-то блескучки, которые не оторвешь, потом нарушу я, там будет некрасиво, то какие-то канты, значит, там пришьют. Я люблю все-таки строгую модель, мне не нужны вот эти все прибамбасы, очень сложно. То есть я буду обходиться тем, что есть, ничего страшного. Мне сын старший говорит, мама, ты что, ну ты же педагог, ты как-то можешь в этом ходить, тебе не стыдно? Я говорю, нет, мне не стыдно. Я вот, ну, не такие уж они прям совсем, хотя, конечно, ну, ничего, я брюки ношу, там не особо видно, ничего страшного. Я поношу их. Есть деньги, я могу купить. Так вот, продолжая разговор, у меня опять камера остановилась, я ее подзарядила немножечко. Насколько я помню, я говорила о приобретениях. Так вот, я никогда не буду покупать вещь, которая ни уму, ни сердцу. Никогда. Только ради того, что у меня там что-то постарело, и надо купить более-менее, чтобы на меня смотрели там как-то, вот там она ходит в старом, в чем-то. Нет, я лучше буду ходить в старом и то, что я люблю, чем я куплю новое, но мне это будет не нравиться. Нет, я такое не куплю себе, никогда. Так вот, смотрите, получается, что мы столько денег тратим на питание и на всякую вот эту вот, вот, внешнее вот это облачение наше. Душу надо одевать, понимаете? Мы должны не внешне украшать себя. Да, конечно, в человеке все должно быть прекрасно, а я не против, я с ним и спорить не буду. Ну, извините меня, когда вы все там как кукла поразодетые, и все там у вас замечательно, и обувь-то у вас самая красивая, и платье у вас там все, вот, все-все, а внутри у вас пусто, вообще пусто. Ни добра, ну, вообще ничего. Ну, и что толку? Ну, что толку? Ну, встретят вас по одежке, провожать-то по уму будут. Поэтому я не покупаю, я не трачу деньги на то, что мне не принесет радости, на то, что просто ради птички мне надо что-то новое купить. Нет. Хожу и хожу, мне нравится, чистенько, миленько и хорошо. А вот то, что вначале я сказала в плане питания, это 100%. Если вы попробуете, вот я вам советую, ну, прислушайтесь ко мне. Сейчас, конечно, сложновато все это будет сделать, впереди новогодние праздники. У нас же все это, ну, хотя бы после новогодних праздников, понимаете? Ну, вот, возьмите себе, поставьте в календаре, у меня календарь такой, вот он у меня там на гвоздике, там дырочка, он у меня висит. И вы там возьмите, вот прямо пометьте себе маркером какие-то дни, пусть это будут, вот, ну, начните с двух дней. Один мало, начните с двух дней. Не хотите в магазин? Вот даже хлеба не покупайте, потому что, ну, много у нас всего, мучных, крупяных, у нас всяких разных таких изделий, в смысле, чтобы сделать изделий из этого, у нас всего этого полно дома. Ну, два дня хотя бы, не ходите в магазин, ведь как не пришли тысячи, как не пришли тысячи, тысяча, полторы, восемьсот, там, ну, меньше пятисот не бывает. Килограмм сосисок больше пятисот рублей стоит, ну, нормальных, я имею в виду, вкусных. Поэтому, как-то вот так, домашним скажите. Вы мне сейчас можете возразить, сказать, Наташа, ну, у меня муж не поймёт, мне надо мужа кормить, мне надо то, другое, пятое, десятое. Ну, найдите нужные слова. Сядьте на семейный совет и скажите мужу, дорогой, нам нужно сэкономить немножечко. Я тебе предлагаю вот два дня вот эти, мы с тобой будем кушать то, что вот у нас в доме на сегодня есть. В магазины я не пойду и тебя прошу никуда не ходить, ничего не покупать. Ну, допустим, вот в Азербайджане Киамал же сам ходит в магазины. Сложно будет, конечно, убедить человека, что вот без этого, хотя он, конечно, послушается, прислушается. Но здесь, в Красноярске-то я хожу в магазины, я покупаю всё это, как бы вся кухня, все вот эти мои заморочки. Может сын сходить, старший, но я ему пишу, что нужно приобретать. Попробуйте, не ходите. Вы почувствуете, насколько вы сэкономите свой бюджет. И отложите, отложите, я не знаю, прям вплоть до 10 тысяч, если вы неделю не будете ходить в магазин, вы можете вот от 5 до 10 тысяч положить, так сказать, вот отложить эти деньги. Они у вас сохранятся. А вещи, потом очень много вещей, которые вы не носите, но очень хорошие. И у нас же есть, я вот сегодня купила себе потрясающий халат. Вот мне в санаторий ехать, мне нужен такой халат. Я его на аукционе купила, сегодня выкупила. И купила одеяло, одеяло, овечье одеяло. Но это нужная, очень нужная вещь. У меня не было одеяла. Я сыну отдала своё. Юшка приезжает иногда ночевать ко мне. То есть укрыться нечем. А у нас холодно, сами видите, как у нас. И это хорошее приобретение. Почему мне Бог дал? Бог мне опять же дал возможность прекрасно купить. Я сначала хотела другое одеяло купить, но у них не оказалось нужной расцветки. И мне, пожалуйста, мне то, что дороже намного, мне вот такое замечательное одеяло, практически по той же цене, по которой бы другое покупала. Но у них расцветки-то не нашлось. Они же виноваты. И они, чтобы марку свою держать, они вот не это одеяло. Я его купила рублей, наверное, на 400 дешевле, чем бы я в магазине его покупала. Так вот, я не про это ещё. Я аукцион в том плане, что очень много хороших вещей, которые вы можете выставить на продажу. Взять и выставить на продажу. Привести их в порядок, отутюжить, на плечики, сфотографировать. Какие-то интересные детальки, какие-то красивые пуговки, какие-то замочки. А может быть, какая-то там отделка на воротничке или ещё что-то. Но на это же нужно потратить время. Но мы же ленимся. У нас всё это пылится, у нас всё это висит в шкафах. Мы же ничего не делаем, мы же ничего не хотим. Ну, повисит, ну, а ну, там внучка подрастёт, может быть, будет носить. Внучка подрастёт, скажет, да, спокойно, мне этого не надо. Вы, там, своё, бабушка, там, утиль сырьё, там, и всё прочее, прочее. Ну, допустим, такая, как я, я с удовольствием, я обожаю вот эти все старинные вещи. И платья там с кулиской во времена НЭПа носили. Я обожаю, я себе шью даже такие фасоны, я их очень люблю. Поэтому вы, если что, продавайте, продавайте. Потратьте время на то, что вы приведёте в порядок эти вещи. И, пожалуйста, пусть у вас будет там 20-30 лотов. Что-то вы продадите, это тоже деньги, но, по крайней мере, не будет висеть. У вас какая-то жалость к этим вещам. Я вот сейчас поставила свою белую пехору с рубля. Знаете, я с рубля её поставила, даже фиксированную цену не дала. Я поставила её с рубля. Кто купит, тот и купит. Мне очень важно, чтобы нужна была вещь, чтобы она жила, чтобы её носили. У неё такая энергетика хорошая, я её так любила. Ну всё уже, я уже никак в руках. Не вхожу я в неё, ну не вхожу я в неё. Она уже старенькая, конечно. Тоже лет 12-13 ей, может, 14 я её носила. То есть она своё выносилась уже всё. И я написала честно, что ей столько лет, и всё, и что она старенькая и так далее. Я портала с рубля. Мне очень важно, чтобы её носил тот, кто захочет её, очень захочет её. Я её отдам. Её просто одна приедут, я её отдам. Какие-то вещи я поставила дорого. Я сшила замечательный костюм, потрясающий костюм. Ну потрясающий. Я 5,5 тысяч отдала за него, эксклюзивная вещь. То есть сшила мне, Любаша, этот костюм. Пока она сшила, она так долго его сшила, но я не торопила её. Я поправилась так, что я в него не войду, не вхожу. Ну никак, и похудеть я уже до такого размера, я не это. Резко как-то всё это произошло. Вот все эти климаксы, всё вот это, вот все эти обмены веществ, всё это туда-сюда, как раз тот период. И всё, пока вот это, и он висит у меня на продажу. И я его, естественно, поставила за ту же цену, потому что я его ни разу не одела. Но пока не продался. Но я буду рада, если его кто-то купит. Вот, пожалуйста, деньги вернутся. Ведь вроде бы как живём, вроде новая зарплата, всё это туда. А то, что мы очень много вложили во что-то, во что-то, мы потратили кучу денег, и у нас это висит, не востребовано нами. Ну хотите, подарите, хотите, отдайте. Но мы же ничего не делаем. Мы не дарим, не отдаём и не продаём. Хотя то, что я получила, допустим, в подарок даром, я не могу продавать. И я не буду это продавать. Даром получили, даром я буду отдавать. Просто подарю, подарю. Но то, что я на кровно заработанные деньги сама себе сшила, или что-то приобрела, и по каким-то причинам я не могу это носить, ну или поправилась там, или ещё что-то как-то, я, конечно, буду продавать, чтобы вернуть свои деньги. Постараться вернуть, ну либо дешевле. Потому что я знаю, что на каждую вещь, вот она, она висит у меня вот там на аукционе, уже, я не знаю, года два или три она, не продаётся этот костюм, а он потрясающий. Вот он великолепный. Он сшит прямо вот, как бы я его носила осенью, вот холодной осенью, на улицу просто он, я как уличный его шила костюм, чтобы в нём тепло было ходить на улице, весна, осень. Я знаю, что найдётся покупатель. Поэтому вы, если у вас что-то есть подобное, вы, ну, приложите, приложите ручки, так сказать, усилия, к тому, чтобы всё это опубликовать. Потому что этот аукцион, Авито, у нас АУ-24 в Красноярске, а ещё Авито, он есть по всем городам. Везде есть этот аукцион. Везде. Потому что я какие-то вещи находила, потом думала, ой, так это же не в Красноярске. Поэтому везде есть. Вы загляните, загляните на сайт, наберите аукцион, Авито. АУ-24, может быть, у вас нет, может быть, он только Красноярский. А вот Авито, или Авито как-то, правильно, в Дарине, не знаю, есть везде. Заодно приберётесь, разгрузите свои шкафы. Вот я сейчас тоже в очередной раз буду этим заниматься. Почему говорю, что это прямо на злобу дня. Я буду заниматься этим. Праздники пройдут, я вернусь, из санатория, и я займусь этим. Что-то где-то я продам. Ну, а с продуктами, хочется, конечно, себя покуражить. Хочется, я могу потратить, мне не жалко на какие-то там вот такие благие вещи. Вчера я была в гостях у Маргаритки. Она приехала из Петербурга всего на несколько дней. Она там сейчас работает режиссёром. И вот я к ней. Я говорю, я приеду к тебе, не ты ко мне, а я к тебе. Я говорю, потому что Вера Андреевна, мама, я говорю, она так любит наши разговоры, наши посиделки с девчонками. Всё это. И я знаю, что они там тоже болеют. Я зашла в аптеку себе, купила корень солодкий. Наконец, там в другой аптеке я нашла. Алеша мне говорит, Наташа, купи корень солодкий. Вот я в этой аптеке нашла, купила себе, подумала о них. Думаю, они тоже там хворают, надо им тоже купить. Взяла им, значит, знаю, что они вот это любят, вот это любят. И я потратила. И я с такой радостью потратила эти деньги. Вообще, вот просто с радостью. А уезжала от Маргаритки. А она мне, значит, там в подарок, я даже и не ожидала, она мне два парика дала. Наташка, выбирай, вот так вот целую сумку выставила. Я так всё это в театр везу. Бери, если что-то тебе пригодится, там что-то по этой. Я взяла два парика у неё. И когда в жизни не была чёрная, как-нибудь одену, посмотрите. Ну, я не знаю, может быть, тоже там в театре на актёрское мастерство у себя в колледже они пригодятся, эти парики. Но я именно с этой целью. Но мерила на себя. То есть, понимаете, я даже не ожидала этого. Не ожидала этого. А мне вот такой вот подарок Господь через Риту сделал. То есть всё в жизни, человек, который всегда вот как-то всё придерживает, придерживает, придерживает. Это неправильно. Отдавайте, 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 меняйте, продавайте, отдавайте. Если даром получили. И придерживайте себя вот в питании. Огромные деньги тратим на питание. Огромные. То есть я только вот как-то вот так экономлю. Именно вот так. Потому что я неприхотливый человек во всех этих вот вещах. Поэтому у меня, я могу скопить небольшую сумму для того, чтобы потом вот как-то потратить в дело, в нужное дело. Сейчас вот еду на лечение, оно мне обойдётся в 40 тысяч. Это лечение. И я спокойно, у меня есть деньги, я поеду. И там, если что-то захотим, мы тоже себе позволим, я с Алиё еду. Не знаю, как Новый год там будет. Может быть, там за дополнительную плату. То есть я позвоню и всё это узнаю, чтобы мне знать эти вещи. И спокойно знаю, что я оттуда приеду с лечения. И тоже буду здесь не без денег. У меня они есть. На первое время всё. То есть я как-то вот... И потом ещё вот такой момент, понимаете. Мы как-то вот копим, собираем, собираем. Надо тратить деньги. В принципе, деньги надо тратить. И экономить нужно уметь. И не бояться тратить. Потому что живём два дня, сегодня второй. Завтра они уже не нужны будут. Вот так позитивненько я закончила наш сегодняшний разговор. Всего доброго и вам. Будьте благословлены. До новых встреч. Что, Сильва? Что случилось? О-о-о! Ты мне что-то рассказала? Да? Тебе кушать дай. Кушать? Пойду кормить кушку.